Путь к победе Спустя после Великой Победы мы вынуждены защищать память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от фашизма. Мы иначе как Великой Отечественной эту войну никогда не называли и не будем называть. Четыре года тяжелейшей оккупации миллионы погибших. 25% населения всей нашей страны погибло за эти годы. Выставка, которая проходит на полях зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, рассказывает об истории освобождения Красной Армии стран Европы от фашизма. 15 сентября 1944-го жители Софии приветствуют Красную Армию. А вот аналогичный снимок сделан чуть ранее, 31 августа 1944-го, Будапешт. А это уже Австрия, гуманитарная помощь советского правительства жителям страны. Все это общеизвестные факты, но в Европе они сегодня или замалчиваются, или напрямую фальсифицируются. Мне кажется, очень важно показать столицу Австрии, Вене, освобожденной советской армией 75 лет назад, весной 1945-го года, показать здесь, какой ценой далась эта победа. А цена была огромная. 3 миллиона человек потеряла советская армия убитыми и ранеными при своей освободительной миссии. И эта цена была заплачена за мир и свободу европейских народов. Выставка в штаб-квартире ОБСЕ является частью международного проекта «Путь к победе», в рамках которого передвижная экспозиция уже побывала в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии, Боснии и Герцеговине. Эти снимки и документы доносят до европейских граждан правдивую информацию о роли Советского Союза в освобождениях стран от нацистской оккупации и разгроме гитлеровской Германии. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин